Добрый день! Сегодня у нас 31 августа, и как обычно по воскресеньям в эфире Живого ТВ ваша любимая передача «Точка отсчета». Учитывая, что у нас осталось буквально несколько часов до наступления Дня Знаний, сегодня мы решили в фантастический вектор нашей передачи подбавить немножко научно-популярной такой свежей струи. Поэтому у нас в гостях человек просто страшный. Перечислять его увлечения и вещи, которые он пропагандирует, можно бесконечно. Ну, немножко не без пафоса, не без юмора я представляю нашего сегодняшнего гостя. Итак, в студии «Точка отсчета» сегодня популяризатор космической экспансии. Историк противостояния сверхдержав в космическом пространстве. Главный специалист по акульным тайнам КГБ. Человек, лично знающий всех астронавтов Гитлера. Писатель-фантаст Антон Первушин. Добрый день, Антон. Добрый день, Сергей. Итак, начнем с самого начала. Собственно, как вдруг так получилось, что автор, в общем... Ну, тут надо сделать небольшое отступление. Читатели мира фантастики, которые посмотрят нашу передачу на диске через несколько номеров, они знают Антона по его многочисленным статьям в журнале, где он раскрывает секреты и космической экспансии, и то, что было, и то, что не случилось. Сейчас я веду футурологию. Да, и то, что могло случиться. А для наших зрителей Живого ТВ, я думаю, нужно немножко вот чуть-чуть поподробнее рассказать, как все-таки ты вот стал автором научно-популярной литературы. Почему вдруг космическая тема стала для тебя главной? Ну, это как бы вопрос, который мне часто задают, поскольку он как бы действительно допрашивается, почему вдруг космическая тема стала главной. Честно говоря, я никогда не собирался писать о космосе и космонавтике, хотя всегда, как будучи с детства любителем фантастики научной, а это взаимосвязанные вещи, то есть любители научной фантастики обычно очень любят и космическую тематику, интересуются ее активно. То есть, будучи любителем фантастики с раннего детства, причем именно научной фантастики, я, естественно, увлекался космонавтикой, собирал различные книжки, мемуары, даже марки собирал на космическую тему, хотя это теперь выглядит довольно глупо. И, соответственно, ну, мне казалось тогда, что я никогда... То есть, я когда-то где-то лет с 15 уже себя видел писателем-фантастом, да, таким, в общем, как бы, фантастом именно. А что я когда-нибудь... Вачок у нас в гостях, он сказал, что с рождения уже знал, что ты будешь писателем-фантастом. Нет, я где-то лет с 15-16, да. Никогда не думал, что я буду писать как раз о космонавтике, потому что, ну, тогда же издавались много книг, да, соответственно, был Ярослав Голованов, который весьма активно писал, были другие авторы, менее известные, которые публиковали, но, тем не менее, о космонавтике подробно писалось, она освещалась в журналах «Техника молодёжи», «Знания и силы», то есть об этом писали все. И мне казалось, что мне там... моего слова там нет. Ну, нечего рассказывать. Соответственно, когда я уже стал фантастом, это произошло, да, в 90-м году с первой публикации рассказа, видишь, как давно, 90-го года, я публикую из 90-го года. Вот, то есть, Сергей, чем ты тогда занимался в 90-м году? Ну, страшными вещами, я школу в Играх закончила. Ага, понятно. Ясно, значит, соответственно, и я вот писал такую социально-психологическую, как она называется сейчас, социально-психологическая фантастика в стиле, вот, там, ну, что привести, Стругацкий, да, Рыбаков, Столяров, Питерская школа, да, да, Питерская школа. Пускай, что Антон у нас живет в Питере, да? Естественно, на меня влияние Питерской школы, трудно переоценить влияние Питерской школы, я ходил в студию Балабухи, потом в семинар Стругацкого, сейчас я являюсь старостой семинара Стругацкого вместе с женой, мы такой двуголовый староста, Елена и я, мы как бы несем эту функцию вдвоем. Ну, то есть, на меня, естественно, Питерская школа оказывала довольно замечательное влияние, но где-то вот в конце 90-х годов, когда вот случился вот этот финансовый кризис, наша кафедра, там, группа аэродинамики, в которой я работал, еще ученый, между прочим. Я занимался оптимизацией газодинамических характеристик мощных турбомашин для энергетических станций. То есть, у меня такая была интересная научная работа, которую я, к сожалению, так и не завершил, поскольку наша группа аэродинамики в 1998 году после дефолта была распущена. Ну и, соответственно, когда я уже решил профессионально заниматься литературной деятельностью, передо мной встал выбор, тогда довольно плохо, книжки художественные шли, именно такие вот чисто фантастические, то есть социально-союзическая фантастика, тогда вообще не котировалось, тогда шли вот эти боевики, если ты помнишь, в конце как-то 90-х такая была, причем именно с уклоном, там, боевики такие вот земные, где разные спецслужбы друг другу избираются. Да-да-да-да, кровавая баня. Вот, а мне хотелось что-то вот найти такое свое, и мне как-то вот это достаточно случайно получилось, что вот сначала вот эта вот оккультная тема пришла, когда мне попросили отредактировать одно произведение, написанное очень плохо, ну, публицистика как раз связанная с оккультизмом, и я начал в этом копать, а кроме того, в те времена были очень популярны вот эти произведения, Лозрачука с Успенским, Посмотри, Глаза чудовищ, и Пелевина рассказывают, посвященные как раз тоже Анненербе и всем делам, и мне вдруг как любителю фантастики стало интересно вот посмотреть, насколько в этих произведениях, что правда там, что вымыселы автостида. Ну, вообще в то время были интересные книжки из серии там «Кровавые тайны Сталина», «Мрачные тайны Третьего рейха», и, собственно, первые книги-то, которые у тебя выходили, как раз об этом и были. Вот, в общем, да. То есть это научно-популярная литература под маской вот такой вот сенсационности бульварной, да, то есть это чтобы лучше покупалось, да? Да, конечно, безусловно. Вот расскажи немножко поподробнее. Была книжка, насколько я помню, «Оккультные тайны КГБ», да? Нет, книжка 1 мая называлась «Оккультные тайны НКВД и СС». То есть, если что касается СС, у нас довольно было много опубликовано еще в советские времена произведения об оккультных и эзотерических доктринах, которые преобладали в Третьем рейхе, да, и которые отстаивал Гиммлер там, Розенберг и прочие вот эти деятели, которые увлекались этим всем. А что касается НКВД, информация только начала появляться. Вот Шишкин Олег такой, журналист-историк, он выкопал про Барченко, Никитин выкопал, московский историк, выкопал про московских тамплиеров, Брачев выкопал про дело мартинистов в Ленинграде. Вот это все связано в сталинской эпохе, вот эти вот все эзотерические общества, которые там как-то вращались, как-то проникали во власть, как-то власть их наказывала и так далее. Информации накопилось много, но она издавалась там в журналах, какой-то вот специальной литературе. Вот Никитин, например, издавался в специальных вот изданиях московского университета. Я как бы свою задачу видел в том, когда писал вот эту первую книгу, чтобы вот это все как-то объединить, проанализировать, изложить в рамках некой концепции о том, как развивался оккультизм. Ну и кроме того, максимально популярным языком, чтобы народу было интересно. Я не скажу, что вот это «Оккультные тайны» было именно как бы удачной в этом смысле, мне она кажется сейчас скучноватой даже, слишком академической, потому что, скажем, следующая книга уже более толстая, «Оккультные войны НКВД и СС», которая как бы там прослеживается эти вот эзотерические доктрины и оккультные учения, начиная там чуть ли не с Натальцев и по наши дни, она как бы более такая всеобъемлющая, поэтому я бы даже сказал, что название этой книги суживает, тематика шире гораздо. Но она очень громко звучит. Да, «Оккультные войны». НКВД и СС, да. То есть это потом вот поздние книжки, уже которые появилась новая информация, какая-то информация устарела, оказалась вымышленной, более поздние книжки, вот «Оккультный Гитлер» и «Оккультный Сталин», которые у меня есть, они как бы, и сейчас они допечатываются, их в общем можно легко купить, они постоянно допечатываются. А следующим шагом что было? Вот эти вот две книжки «Астронавты Гитлера» и «Госмонавты Сталина»? Нет, 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 немножко было по-другому. Потом я понял, что тема оккультизма, она исчерпаема, люди, которые, в общем, занимались этим, не представляют сильного интереса, тем более это небольшое количество людей, которые и сами вот эти эзотерические и оккультные доктрины, я как материалист отрицаю и критикую, и поэтому, естественно, мне довольно быстро стало скучно, хотя это приносило неплохой доход всегда. Но всё-таки как-то вот, а поскольку увлекался космонавтикой, и меня попросили, зная об этом ряд изданий, питерских, периодических, вот секретные материалы XX века, есть такое издание, до сих пор существует, вести у них рубрику, связанную с космонавтикой, я стал как бы вот интересоваться, ну, поскольку я давно это коллекционировал, всё, что сейчас происходит, и выяснил, к своему огромному удивлению, что за 10 лет, вот, с 91 по 2001, я в 2001 всерьез занялся космонавтикой, появилось огромное количество информации, и по засекреченным ранее проектам, по марсианской лунной программе советским, да, по каким-то вещам, связанным вот с разведной деятельностью в Штатах, там, появились какие-то мемуары, вот Черток, например, Борис Евсеевич, наш последний главный, да, опубликовал великолепный свой этот труд, но он очень специальный, то есть человек не специалист, его будет читать с большим трудом, потому что Черток не считает нужным объяснять, например, кто такой Королёв, хотя оказывается уже, или там Челомей, он не впишет о людях, с которыми он работал, но он не рассказывает, кто это такие, то есть человек как бы не знакомый с тематикой, для него это будет просто вот непонятно. Но все равно получилось так, что вот эти книжки, которые вышли в серии «Секретные тайны 20 века», все еще воспринимались, как вот некий такой бульварно-лоточный, сенсационный материал. Ну да, да, я с этим неспешусь, название астронавта Гитлера, хотя книжка на самом деле достаточно разумная, это исследование ракетной программы. Космические космонавты Сталина, вот Георгий Михайлович Геречко надо мной как-то тут глумился, что такое странное название бульварно, но на самом деле в книжке космонавта Сталина ничего такого бульварного нет, там как раз как бы информационный повод. То есть это все-таки издательская политика. Да, это издательская политика, информационный повод для космонавтов Сталина было появление фильма «Первые на Луне», он неожиданно прогремел, хотя никто не ожидал, и меня попросили в издательстве, говорят, что я привышу очень много информации вот как раз по ракетной технике и космонавтике теоретической до космической эры, и хочешь ли ты сделать, вот я, конечно, интересом отнесся, хотя я сначала хотел, что будет одна книга, в результате получился двухтомник «Космонавты Сталина и Красный космос», соответственно, каждая по 22 листа, то есть все листа, труп. А когда все это поменялось? Вот у нас тут лежит несколько книжек, да, вот «Гитвыду Азелуну», ничего, в общем, достаточно бульварно, да, и академическое издание, да, или вот «Завоевание Марса» тоже. Да, ну тоже, заметь, такая, да, военная все равно лексика присутствует, битва, завоевание, «Космический фронт», да. Когда поменялось? Вот что вот сейчас вот заходишь в книжный магазин, во-первых, огромное количество, ну, относительно профессиональных материалов по военной истории, ну да, это, кстати, сейчас огромное количество профессиональных же материалов по вот космическим программам, по ракетной технике. Когда это поменялось, в какой момент? Я все это читаю, на самом деле там по космической программе не так много грамотных материалов, как ты рассказываешь. Ну, они уже появляются, раньше такого не было. Ну да. Ну, где-то, я думаю, что это произошло, вот, соответственно, первую свою книжку, когда была опубликована у меня книга «Битва», помнишь, может быть, такой двухтомник, «Битва за звезды» это мы сделали, для ИСТ, как раз был первый опыт сделать книгу космическую, где я просто рассказал о тех проектах, которые были рассекречены, вот в ходе, вот за эти 10 лет, которые стали частью, уже теперь, предметом истории, для изучения, то есть доступны для изучения, или там какие-то альтернативные фантастические проекты были собраны, и также перспективные вот эту же книжку запихла, двухтонник получился солидный. Когда он вышел, это было, по-моему, 2003, в тот году не было вообще ничего, то есть я помню, это просто, вот я же библиографии слежу, составляю, и книг популярных, именно популярных, специальные всегда выходили, несмотря на все вот эти вот наши экономические, всяческие скачки, туда-сюда, специальная книга литература все время издается, она всегда выходит над тиражами, сам понимаешь, там, 200, максимум, там, тысячи инзекляров, и то, тысячи инзекляров, это уже очень дорого, когда люди это выпускают, эти книги, они продаются, да, в магазинах, но это очень дорогое чтение, очень дорого стоит. И вот где-то вот начало меняться, это где-то 2004-2005 год, когда вроде бы, ну, почувствовали, что как-то вот рынок вот этой вот оккультизма уже все-таки перенакушились, я помню, когда мне мой издатель говорил, что, знаешь, что-то эти оккультные тайны уже всех задолбали, их так много, и что, в общем, уже эта тема себя исчерпала, так я как бы с этим был согласен, что исчерпала еще как бы в начале 21 века, но еще какая-то инерция сохранялась, поскольку как бы все равно интерес есть уже к более серьезным вещам у населения, не только вот этими оккультными, мистическими всеми вещами, да, но, соответственно, возникает все-таки некая ниша, и, кстати, между прочим, да, вот, очень хорошие результаты показывают продажи и вообще издания вот этой вот военной литературы, военной техники, то есть люди этим активно интересуются, я бы даже сказал, что я немножко как бы разочарован, что туда двинулась, потому что я считаю, что вот если на Западе, да, существуют эти два направления военно-исторического, военно-техническая проза, достаточно мощный сектор рынка, и плюс рядом мощный сектор рынка научно-популярной литературы, то у нас как-то вот те же самые издатели, которые издавали раньше научно-популярную, они вот переходят к этой военно-исторической, воспринимают тоже как такую определенную научно-популярную, но при этом вот сужают сектор чисто научно-популярной литературы, рассказывающей о современных достижениях науки, той же космонавтики. Ну, при этом все равно, если говорить о космонавтике, то массовое влияние на массовое сознание все-таки не оказывают эти книги, там тираж-то тоже на самом деле небольшой, 4-5, максимум 10 тысяч. Нет, почему? Мне рассказывали издатели, например, военно-исторические книги того же Исаева очень большими тиражами распродаются. Сейчас не столько мы будем с тобой говорить о военно-исторических, сколько о космических книгах, потому что я вот в качестве примера хочу привести фильм BBC, который был показан на, по-моему, года 2 назад, на 12 апреля, на День космонавтики, и потом его повторили. Это битва за космос, да? Да, битва за космос, который, в общем, многими людьми далекими от информационной струи по космонавтике был воспринят как откровение, где-то, так сказать, такой весь из себя красивый, аристократичный, арийский фон Браун, там, одним пальцем решают все проблемы, а Королёв, там, дрожа от страха перед НКВД, в грязном бункере сидит, нажимает на грязные кнопки, и при этом, так сказать, ужасный фильм. Потом в качестве... Вот я хотел тебе задать этот вопрос, благо был очень, очень часто был, возникает этот спор, и однажды мне некий человек доказывал, что этот фильм правда, что у нас все так и было в грязных бункерах, и вот самый главный, самый главный камень преткновения этого фильма, действительно ли была такая традиция, что ли, суеверие такое, перед стартом ракеты мочиться на стабилизатор всей команде конструкторов? Вообще-то, эта традиция была, но не у космических специалистов, то есть Королёв к ней не прибегал, она была скорее у ракетчиков, именно военной части. Нужно очень четко различать в Советском Союзе, конечно же, в основном космонавтику на себе тянули военные, но программы расходились, то есть запуск Гагарина и спутника он проходил по линии Академии наук, хотя он осуществлялся военными, это как бы считалась гражданская часть космонавтики. Известно, хотя, как бы, это тоже только слухи, то есть четких таких указаний нет, что вроде бы Янгель этим злоупотреблял, Янгель занимался как раз межконтинентальными баллистическими ракетами. а с противоположной стороны, что якобы тот же самый фон Браун, если бы мы уже поговорили про оккультные тайны СС, что якобы тот же самый фон Браун, который нахватался этих оккультных тайн, приказывал закапывать под дюзами мертвую кошку. Нет, об этом я ничего не слышал, я впервые так выяснил. То есть это все легенды с двух сторон. Да, это легенды, конечно. Ну, действительно, давай все-таки ты как человек разбирающийся нам немножко поподробнее расскажешь, то есть было ли вот это вот противостояние чистеньких американских ученых и грязных советских бункеров? Ну, это, знаешь, очень длинный разговор. Понятно, что противостояние, разумеется, было. Но чисто космического противостояния оно началось вот, собственно, после того, как Кеннеди объявил, что мы должны высадиться первыми. До этого такого прямого противостояния не было. Все считали, в общем, что в Америке прежде всего считали, что это, в общем, необязательно все эти запуски космические. У нас тоже, в общем, к этому довольно скептически относились. Мы вообще стали, если уж честно, говорить первыми в космосе благодаря настойчивости Королева, потому что военные были резко против вот этих вот не входящих запусков в программу испытаний межкодепитальной ракеты. Ну, им было непонятно, а зачем? Но есть такая версия, что мы стали первыми в космосе, в том числе и благодаря недоверию фон Брауна, что американская и флота не только и не только к фон Брауну. Там они не доверяли друг другу. Там же есть традиционное недоверие и конкуренция между родами войск. Флот наставил на своей программе, которая полностью провалилась. Флот на своей, ВВС на своей, соответственно, сухопутные силы вот Редстоун, где, собственно, и работал Вернер фон Браун, Арсенал на своей. То есть, каждый тьму владел на себя, доходило там до смешного, когда они проверяли, посылали инспекторы друг другу, не дай бог кто-нибудь запустит космический аппарат, раньше нас и так далее. То есть, у них еще и своя вот эта вот грязня была непрерывно между различными представлениями. Есть такая версия, что из-за настойчивости ЮС-Неви, из-за настойчивости ВМФ из-за двух крушений их спутников, они потеряли практически год, потому что у Фон Браун уже была готовая программа. Браун мог вообще сделать раньше, он мог сделать спутник и в 56-м и в 55-м, но поскольку он работал на армию, а флот и ВВС очень как бы ревниво к этому относились, и тем более они действительно как бы педалировали эту тему, разумеется, что вот нацистский преступник, как вы можете доверять, как же может у нас первый наш спутник, аппарат космический его запустить совершенно человек как бы с преступным прошлым. Естественно, это педалировали, хотя и не явно его отодвигали, хотя он там ездил на различные конференции, к тому же у него еще там было очень сложно, он же понял очень быстро, что вот его как-то задвигают там вот от космической тематики, он обратился к Диснею, они встретились на конференции на симпозиуме научном, что вот нужно это популяризировать, Дисней ухватился и снял несколько фильмов, то есть Эрнер фон Браун еще до того, как началась космическая эра, был дико популярен среди детей и подростков в Штатах благодаря программам Дисней о будущей грядущей космической экспансии. А тут есть нюанс, в научном мире, когда кто-то вот так вот пиарится активно, тем более через детские программы, они сразу же дистанцируются, ну вот, человек как бы любит пиариться, поэтому там то есть он как бы себе очень изрядно репутацию подмочил с одной стороны, в научном мире с другой стороны его военные воспринимали все-таки как наследника Третьего Рейха, нацистского преступника, то есть только вот когда действительно авангард не полетел, взорвался на старте, вот тогда, а после этого Верденфрабрала сказал, я сделаю это за 60 дней и сделаю. Потому что деваться уже было некуда. Ситуация, о которой мы в последнее время очень много говорим, выходят даже стратегические игры компьютерные, посвященные противостоянию сверхдержав, это уже, так сказать, ситуация более позднего времени, то есть время спутника в конце 50-х годов еще этого не было. Еще никто даже не понимал значения спутников, хотя вот корпорация РЕНД об этом выпустила доклад еще там в 53-м году, где доказывалось, что это произведет просто фурор, это будет одним из оружия в холодной войне таких действенных, космонавтика, все-таки военные и политические круги считали, что это не имеет особого значения, ну вот все изменил, конечно, запуск спутника. Ситуация, когда спутник взлетел, что вызвало в Америке чуть ли не истерику, это реально так и было. Да, конечно, это было жутко, потому что, как правильно пишет Стивен Кинг в своем, знаешь, у него есть книговые воспоминания «Танец смерти», где он рассказывает, что самый страшный страх его детства, это было, когда ему сообщили, они как раз в кинотеатре с другими подростками следили фильм, когда прервали сеансы и объявили, что советы запустили спутник. Он до сих пор это вспоминает как самый страшный ужас, потому что он был воспитан на комиксах, на фильмах и романах о том, как Америка лидирует в космосе, как она завоевывает космическое пространство, а тут вдруг совершенно непонятные страшные русские с балалайками да медведями и водкой запускают страшное произведение, которое летает там. Давай немножко вернемся назад во времени, раз уж мы заговорили про фон Брауна и вспомнили эту интереснейшую книгу «Астронавты Гитлера», ведь в Германии в поствеймарской республике еще, наверное, до прихода Гитлера существовало огромное количество вот такой же вот реваншистской литературы в космосе, где немецкие ученые строят кошмарную суперракету с кошмарным суперлучем смерти и, соответственно, избавляются от версельских ограничений. Насколько современная ситуация в нашей научно-популярной литературе воспоминания о супермощи СССР, которая сейчас поддерживается и военными книгами и космическими похожа на ту ситуацию в Третьем Рейхе. Ну, в смысле литературному, наверное, она сильно похожа, просто она как бы ни экономически, ни политически не похожа. Понимаешь, сравнивать на сейчас с Вереминской республикой это просто смешно, у нас как бы нет ни соответствующих структур, я всегда говорил, что Третий Рейх был обеспечен не вот этим вот бардаком, который тогда был в Вереминской республике, а тем, что было 3 миллиона молодых ветеранов, которым было просто некуда проложить свои силы, которые только что вылезли из окопов, которые были взяты в эти окопы Первой мировой из парты и которые были потом объявлены в рамках Версальского договора чуть ли не военными преступниками, Герик, например, скрывался уже был объявлен военными преступниками, ему просто было некуда пойти, ему нужно было только пойти в ту партию, которая отрицает в принципе вот эти условия, и поэтому на самом деле у нас нет трех миллионов ветеранов, хотя чисто литературно, да, конечно, когда вот люди вспоминают своего поколения мощи державы, которая существовала, как ее там боялись все, это как раз как бы не сильно придерживаясь этого представления, но большинство из моих сверстников как бы вспоминают с некоторой ностальгии и, естественно, какую-то реваншистскую нотку в свои произведения вносят, то есть как бы это все можно туда переиграть именно в таком военном ключе с какими-то новыми технологиями. Есть довольно много авторов, которые только на этой теме фактически зарабатывают. Я не знаю, стоит их называть? Ну да, про Россию будущего, которую показала Кузькину мать, это понятно. Вот тот же самый фильм BBC, о котором мы сегодня говорили, его показывали в общем уже не раз и по центральным каналам, и для людей в общем далеких от чтения, таких сейчас довольно много. Это очень жалко. отдельный элемент единственный по своему розе, если эта тема их интересует. Как ты считаешь, есть ли необходимость сейчас нам снимать похожий фильм? Это не в кооперации с BBC, ведь фильм этот с BBC был снят совместно. Вот некий наш советский фильм, ну российский, или может быть какую-то программу дополнительную, которая будет рассказывать. Потому что когда заходит разговор о том, что мы можем называть вещи своими именами, что мы можем в пропагандистском плане противопоставить этому фильму, то вспоминается только о украшении огня. Ну да, в общем, достаточно хорошие, но довольно далекие от правды фильмы. Да, я бы даже сказал, что это альтернативно исторический фильм, потому что там нет в общем ни Королева, ни Гагарина. Это собирательные образы, например, персонажа, который вот играет главного конструктора, там объединены, да, башкирцев, там объединены соответственно и черты Цандера, да, Преображенского, то есть разработчиков, ну как, Королёв никогда не занимался «Катюшами», просто никогда. Здесь половина фильма посвящена его разработкам в рамках винометов «Катюша» реактивных. Это как бы, да, для специалистов, когда специалист смотрит этот фильм, это вообще просто смешно. Но он, конечно, да, он производит определенные впечатления, хотя если к нему относиться именно как к альтернативной истории, как даже какую-то определенную развивку, когда мы эту тему обсуждали со специалистами, как относиться к этому фильму, возникла такая сразу идея, что это вот так бы выглядела может быть советская космонавтика, если бы у нас было гражданское космическое агентство по аналогии с НАСА. Вот это фильм об этом. Потому что там гражданские лица, там, конечно, военные участвуют, ну и в НАСА они вообще тоже принимают участие в запусках, хотя они как бы их не осуществляют, но это как бы обязательно. Но при этом там гражданские специалисты, ученые делают космонавтику, альтернативный СССР ну вот действительно, если смотреть с сегодняшнего момента, нужны ли нам сейчас такие фильмы похожие программы? тем более, конечно же, нужны. Во-первых, конечно, хотелось бы рассказать правду, наконец, потому что очень много всего, всяческая лжи, понавешено. На самом деле, советские книги по истории космонавтики читать не рекомендую, они практически все лживы. Даже Голованов, извините, конечно, Ярослав Голованов, большинство его, подавляющее, большинство страниц, написанных им книги были написаны в те времена, когда половина информации была засекречена. Причем он же знал правду, но, к сожалению, был вынужден писать такие вещи, что вот там Королев во время войны разрабатывал баллистическую ракету, которая оказалась лучше немецкой. А мы-то знаем, хотя это было, в общем, известно и тогда, что Королев не во время войны, во время войны он занимался вообще реактивными, ракетными самолетами, а ускорителями для ракетными, ускорителями для самолетов, а после войны занимался первые годы именно попыткой воспроизвести на отечественных технологиях вот эту немецкую ракету Павла-2, с ракетой Р-1, Р-2, это фактически Павла-2, когда вот до Семерки он фактически занимался немецкими технологиями. Семерка, это да, это наше все, это наша первая ракета по-настоящему российская, советская, которая как бы изменила новый проект, о котором мы с тобой говорили до начала передачи, который сейчас активно развивается и буквально на днях уже пойдет по-моему на телеканале Столица, да, а вот космических фильмов прошлого. А, нет, это ты про какого-нибудь? Звезда, это про кино, что ли? Звезда, да, на телеканале Звезда, нет, это на ТВ-3. А, на ТВ-3, да, тот, который пойдет на телеканале ТВ-3, собственно, это, как я понимаю, космические фильмы прошлого, может быть, даже еще до ракетной эпохи с комментариями специалистов. Вот расскажи нам, пожалуйста, поподробнее об этом проекте, я думаю, нашим и зрителям живого ТВ и читателям будущим нашего мира фантастики, будет интересно об этом узнать. Я думаю, что да, это очень интересный проект, проект вообще Другое кино существует на ТВ-3 давно, сначала первый сезон у них там, по-моему, было что-то об авторском кино, второй сезон у них были ужастики, вот сейчас идет третий сезон, стартует он 6, соответственно, сентября в полночь, 6 сентября вот этого года буквально через несколько дней, да? я буду, кстати, в своем ЖЖ освещать, видимо, все эти фильмы, то есть будет давать краткую аннотацию, чтобы люди посмотрели, потому что там действительно очень много уникальных фильмов, 6 числа в полночь мы стартуем с фильма «Место назначения Луна», это классический американский фильм 50-го года, снятый по Хайнлайну, написал сценарий Хайнлайн, фильм консультировали Лей и Оберт, то есть это фигура не последних космонавтов, Лей, знаменитый немецкий популяризатор, писатель и участник ракетной программы немецкой, Оберт, соответственно, один из основоположников Герман Оберт, вообще один из основоположников, человек, который фактически разработал первый инженер инженерный проект космической ракеты, фильм цветной, крупнобюджетный по тем временам, но он у нас никогда не показывался на русском языке, вот у меня лично есть только лицензионная версия на английском, заказанная в Штатах по российских советских телеканалах, он никогда не шел, не демонстрировался, то есть это очень интересно о полете на Луну, о том, как промышленники собираются и вопреки решению правительства, которое боится разных последствий международных, поскольку ракеты у них атомные, то они боятся натомных двигателей, боятся различных последствий, промышленники все-таки эту ракету строят и управляют туда экспедицию, чтобы, как они там говорят, обосновывать тем, чтобы захватить приоритет, сделать Луну американской, то есть такой забавный фильм именно о полете, о различных коллизиях, полетах, сложностях, значит, как строится передача, передача строится следующим образом, мы начинаем в полночь, это в субботу, каждую субботу это будет вот до конца этого года и до конца следующего лета, называется вся программа «Другое кино, кинопробы космической экспансии», у меня был такой цикл статьи, если ты помнишь, в журнале «Если», который как-то так и называется, немножко позаимствовали название, но это нормально, все-таки сотрудники в рамках этого проекта. То есть сам проект называется «Кинопробы космической экспансии»? «Другое кино, кинопробы космической экспансии». А когда это будет, в субботу, когда будет выходить по времени? Я же говорю, в полночь, каждую полночь, по субботам, по каждую субботу в полночь, ровно в полночь. И каждый фильм будет предваряться большой. Сначала актер Александр рассказывает о фильме, будут там, естественно, различные фрагменты показаны, предыстория фильма, кто его создал, затем идет блок привязки к космонавтике, потому что, естественно, люди же не помнят хронологию космонавтики, подробно нужно напомнить, что было в том году, когда фильм снимался, этот космический, фантастический, что происходило в реальной космонавтике. Ну, опять же, возникает интересный коллизий сравнить, да, как что реально происходит. Ну, понятно, да. Тоже своего рода альтернативная история. Потом рассказывается, как бы, вообще в общем плане, зачем этот фильм, как он повлиял на кинематограф, на фантастический, в частности. А потом дают слово мне, я там, в виде такого эксперта, злобного, появляюсь, и грамлю фильм с позицией, ну, вот, сколько там ошибок, то есть я их перечисляю, анализирую эти ошибки наиболее явные, которые в этом фильме видны, ну, которые представляют вселенную, космос и космонавтику. Киноляпы, как у нас принято говорить. Киноляпы, да. Ну, что ж, замечательно, я думаю, да. Это будет 12 минут, а потом уже идет фильм. Достаточно оригинальный проект. Да, там будут фильмы... Мы можем и нашим зрителям живого ТВ порекомендовать, и читателям мира фантастики. Если кто вот интересуется космической экспансией, я думаю, что и комментарии Антона, и история, и сами фильмы будут интересны. Да, там очень много редких фильмов, которые, я еще раз подчеркиваю, просто не выходили на русском языке. Никогда. Мы немножко увлеклись космической экспансией. Давай вернемся к... А ты вопросы не хочешь посмотреть? ...фантастической стороне твоего творчества. Вот как раз перед самым началом передачи мне задали вопрос. У тебя вышла книжка фантастическая, такая своего рода, про некую спасательную операцию в космосе. Да. Звезда, по-моему, называется. Да, Звезда, Роман Звезда. И мне задали вопрос. Действительно, была очень похожая книга у кого-то из американских писателей в середине 70-х годов, то есть, у тебя это... И у кого-то из наших космонавтов была тоже повесть про то, как русский спасает американцев. Из наших я не помню, а кредитная я хорошо помню. Нет, у наших, у кого-то из наших космонавтов, кто много писал, по-моему... Нет, не вспомню, к сожалению, фамилии, но кто много писал такой вот технической фантастики, там была ситуация, когда американцы строят базу на Луне, у них там происходят какие-то проблемы, метеорит, по-моему, их отоварит по куколу. Нет, ну знаешь, у нас же было и у Казанцева, когда спасают, помнишь, американцев на Луне. Да-да-да, когда у них общее дыхание на Луне. Или там Мартынов «220 дней на звездолете» тоже был как бы о том, как спасают в общем... Происхождение этой звезды, это вот наш современный ответ тем книгам, или ты просто решил написать вопрос, то есть это переосмысление тогдашней космической литературы вот такой взаимопомощи в космосе. Ну, в общем, да, это как бы, понимаешь, меня немножко все-таки раздражает, когда вот, ты же знаешь, что Роман «Звезда», он же написан еще и в альтернативной истории, там как бы вот сохранившийся Советский Союз, который как бы немножко благостный такой, обошедший все вот эти экономические, политические проблемы, оставшийся как сверхдержава, но при этом сверхдержава открытая как бы сотрудничеству с миром, то есть не вот эти вот варианты, потому что меня очень раздражает, когда вот в нашей реваншистской фантастики пишут обязательно, что вот если Советский Союз сохранился бы, или если бы он возродился, то обязательно война, война до победного конца, с сжиганием городов Америки. Мне хотелось показать как раз позитивный вариант сотрудничества, когда два, две сверхдержавы сотрудничают, работают вместе, и вот один, один как бы из точек, да, возможного соприкосновения с сверхдержав, для меня оказался вот Колумбия, поскольку я очень переживал, ну и вообще все, кто так или иначе причастен к космической сфере, очень переживали по поводу гибели из Шатлая Колумбия, и вот как-то меня спросили, что вот, тоже кто-то из дилетантов, может, жена даже, что можно было бы сделать, какие-то, существовало ли возможности спасти Колумбию, я начал это выяснять, читать отчеты американские, они же тоже этой темой задавались, анализировали различные варианты, можно ли было спасти Колумбию, и пришли к выводу, что в общем в нашей реальности это невозможно, вот если бы существовала какая-то другая реальность, то есть которая бы существовала параллельно еще космонавтикой американской, ну не чисто вот как советская была, а какая-то вот советская космонавтика, развившаяся, вышедшая на новый этап, то такая вероятность существовала бы, а вот при, если как бы ситуацию законсервировать, то есть при вот ситуации, Россия, да, вот с сегодняшними союзами и прогрессами, и Америка с шаттлами, и вот этой международной космической станцией, то, соответственно, никаких шансов у Колумбии бы не было, к сожалению. Антон, ты писал, ты писал много действительно таких футурологических статей для мира фантастики, помните, ну я вообще люблю футурологию, была статья про взрыволеты, была статья про всякие космические объекты в космосе, вот у нас тут за спиной яблоко, очень похожа на сферу Дайсона. Собственно, время нашей передачи уже потихоньку заканчивается, я обязан задать этот вопрос, он банальный, это его всех корежит, но я должен спросить, какие твои творческие планы, вот, расскажи для наших читателей, для читателей мира фантастики, что можно ожидать от Антона Первушина в ближайшее время, и для зрителей живого ТВ, для читателей литературы, какие именно фантастические книги можно в ближайшее время на прилавках, от Первушина найти? Ну, сейчас у меня как раз выходят как раз различные сборники вот этого типа, это сборники статей, они как бы еще долго будут выходить, у меня статьи было написано очень много, я отбираю как бы лучшие, это я, да, 7 лет я писал на различные периодики, у меня накопилось довольно много статей, связанных с различными тематиками, то есть этих сборников я как бы отбираю просто лучшие, тематические их объединяю, и вот как бы какие-то темы рассказывают, уже 6 что ли, или 7 уже вышло, еще там выйдут, это то, что касается вот этой вот публицистики, да, научно-популярной литературы, что касается фантастики, то я сдаю скоро роман «Разведчик», это роман, второй из цикла вот этого нового санитетского романа, первым романом, который является «Звезда», о которой мы с тобой только что разговаривали, то есть там совсем... то есть это как раз продолжение в той же вселенной, да, 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 в той же вселенной, поскольку первый роман ее недостаточно, на мой взгляд, раскрыл, ну и вообще, в принципе, этот проект придуман был изначально на 5 романов, я не знаю, смогу ли я их все написать, но надеюсь, что когда-нибудь смогу. Соответственно, в СБУ выходит в азбуке сборник повести, там две повести, тоже альтернативно-исторических, тоже об альтернативных Советских Союзах, это «Небо, повесть, небо, должно быть нашим», которая публиковалась в Если, кстати, вот она тут получила, я тебе еще не показывал, зачем я, собственно, в Москву-то приехал, вот дипломчик вот тут-то. Ага, вот давай, давай, давай покажем, что за диплом, вот я, собственно, за этим в Москву сейчас... Премия форума альтернативной истории имени Кита Ливия. За роман «Звезда» и «Повесть неба, должно быть нашим». Подожди, давай тогда мы немножко поподробнее расскажем, что же это за форум альтернативной истории. Ну, есть федерация альтернативных историков, которые вот собираются на форумы интернете, где они общаются, обсуждают различные альтернативные ветки развития, причем довольно научно-серьезный, то есть у них очень серьезный подход к этому делу, я бы так не смог бы изучать альтернативную историю, поскольку я люблю это как жанр литературный, им вот так вот глубоко копать во всех этих вариантах, очень как бы... Ну, они считают, что это немножко даже бессмысленно. Вот, и они этим подробно занимаются, и у них эта премия уже существует несколько лет, они ее совместным как бы голосованием, они сначала составляют номинационный список того, что вышло в году в жанре «Повесть неба, а потом голосуют». И вот они сочли, что... Правда, в этот раз я первое место не занял, но зато занял второе место в двух номинациях сразу. Почему такой диплом? И все с одной звездой? Нет, звезда и повесть «Небо должно быть нашим». Вот, и в этом сборнике будет «Небо должно быть нашим» эта повесть. А сборник где выходит, какого дать? Причем очень скоро, да, буквально через пару месяцев. Даже его и пока я название еще не знаю, потому что они мое название отвергли, и как они ее назовут, честно говоря, еще пока в задумчивости. Вторая повесть — это вот «Корабль уродов». Это альтернативный Советский Союз, альтернативная советская наука, при условии, что как бы она развивалась, такая эпидемиологическая ситуация, если бы «Тунгусский метеорит» оказался действительно кораблем инопланетян, как бы это повлияло на развитие науки. И третья повесть, которую я только закончил, «Тайну раскрывать не буду», потому что эта повесть называется «Гроза в зените», тоже альтернативная история, тоже альтернативный Советский Союз, но она написана таким образом, что «Тайна сокрыта до последней страницы», поэтому это надо читать. Вот так, с первой до последней страницы, и только в последней странице, собственно, тайна раскрывается. Ну что ж, не будем раскрывать тайну, оставим удовольствие для наших читателей. К сожалению, время наше не резиновое, передача подошла к концу. Мне остается только поблагодарить нашего сегодняшнего гостя Антона Первушина за участие в передаче, за интересный рассказ, за открытые космические тайны. Большое спасибо, что нашел время посетить нашу студию. А мы заканчиваем наше вещание. Всем до свидания, до следующей передачи. Как обычно, по воскресеньям, в 5 часов, ваша любимая передача «Точка отсчета». Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok